Всем привет, с вами Прия. Сегодня поговорим об реализации оберегов для питомца. Валюта, которая появилась еще во времена Дренора, но конкретно развившаяся во времена Легиона. Обереги для питомца добываются с заданий соратников, самый такой распространенный тип получения. Также можно выполнять различные локалочки, связанные с питомцами, и также получать эти обереги для питомцев. Ну и как вариант, можно еще купить зачарование на наплечники, и убивая мубов, вскрывая контейнеры, вы также будете получать эти обереги для питомцев. Уникально в них то, что они хоть и являются валютой некоторой, но лежат итемами в сумке. И к тому же привязаны к учетной записи Близзард, что позволяет передавать их с одного игрового мира на другой, с одной фракции на другую. Ну что ж, для того, чтобы их потратить, нам нужно прийти в Долоран, новый Долоран, Легионский. И в этом самом домике, рядом с Ордынским кварталом, будут товары для питомцев. Как самые обычные товары для питомцев за золото, так и интересующие нас вещи за обереги для питомцев. Ну а вот, собственно, сама эта чарочка, дар, который позволяет накладывать на наплечники чар специальное зачарование. Как вариант, фарма этих оберегов весьма неплохо. Что же касательно выгоды? На самом деле все весьма интересно и все весьма загадочно. И точного ответа дать на этот вопрос, в принципе, невозможно. Поймите, мы играем в такое время, когда людей, казалось бы, на самом деле немного, но слишком много людей, которые пользуются аукционом. Пользуются не в самом, так сказать, лучшем его моменте, не умеют правильно им пользоваться. Поэтому выставляют относительно неправильные цены. Так что мониторите аукцион как можно чаще и выявите для себя, какой питомец для продажи будет выгоднее всего. Скорее всего, это будет либо за 50, либо за 100 оберегов. Я думаю так. Это конкретно торговец легионовский. А это торговец, который перекочевал из дренорского гарнизона. Но, что самое интересное, товары у него не все. Нету камней, которые позволяют улучшать питомцев до какого-либо уровня. Сейчас мы портимся в гарнизон, подождем загрузочку и посмотрим все это чуточку детальнее. Как вариант, есть небольшая услуга, которую постоянно спамят в чате. А именно прокачка ваших питомцев до максимального уровня. Покупаются эпические камни за береги. И с помощью этих эпических камней питомец повышается до максимального уровня. Да и к тому же, есть камень, который позволяет улучшать питомцев до редкого качества. Но, что самое интересное, вы не сможете изучить питомца 25 уровня, если вы сами не прокачали себе любым образом питомца до 25 уровня. По-моему, эта механика еще до сих пор действует. Если не действует, то, значит, я наглым образом наврал. А если действует, то предупредил вас. Сейчас мы перебежим в этот отсек и тут должны продавать эти камушки. По идее. Так. Да, а вот и они. Мгновенное увеличение боевого питомца на 25. 45 оберегов. Повышение питомца до редкого качества 15 оберегов. Повышение любого питомца на один уровень 3 оберега. То есть, на самом деле, если 3 умножить на 25, это 75. А тут 25 уровней, 45 оберегов. То, конечно, эпический камень выгоднее. Но если же вам нужно апнуть всего лишь 5 или 15 уровней, то одиночный камушек будет выгоднее. Но это уже какие-то личные цели, личный способ развития. А тема все-таки gold farm. Выявите для себя самый лучший способ и пользуйтесь им. Всех вам благ, счастья, здоровья. Питомцев хороших. Что самое главное, качественных и позитивных. Берегите ноги, не болейте. До скорого.